Друзья, всем привет! Я опять встречаю вам с машины. Мы едем в Бостон, потому что у Полины начались пасхальные каникулы и мы решили поехать в Бостон посмотреть этот город и заодно посмотреть колледжи для дальнейшей Полины учебы после окончания школы. Вот она присмотрела себе пару интересных колледжей. Мы погуляем, посмотрим, нам пройдут экскурсию, познакомимся с программами, которые проходят в колледже и я вам покажу, как они выглядят в Америке. Ребенок хочет выбрать медицинскую специальность. Не знаю, как там в дальнейшем сложится, но пока она в этом году почему-то решила, что хочет быть доктором. Благо американское образование в колледже позволяет в процессе учебы передумать или поменять профессию, но как сложится. Поэтому на данном этапе будем искать и смотреть медицинские программы. Вот тоже такие вот высоточки здесь стоят. В этих домах живут люди, так что делайте выводы, ребят, когда вы говорите, что у вас какие-то неяркие красивые дома, а вот в Америке посмотрите, вот в таких домах тоже живут. Пересел на другую сторону машины. Вот видите, здесь тоже такие вот дома. Сниму вам еще немножко городских пейзажей. В таких домах тоже живут люди. Поэтому, когда я смотрю многих блогеров, которые снимают жизнь в Америке и рассказывают, что они живут в Нью-Йорке, всегда хочется уточнить. Скорее всего, они живут где-нибудь вот здесь, в Бронксе, ну или в Квинсе, или где-нибудь в Бруклине. Вряд ли они где-нибудь живут на Манхэттене, потому что Манхэттене это очень-очень дорого, а наши эмигранты, русскоязычные, в основном живут в Бруклине или в Бронксе. Поверьте мне, это не самый лучший выбор. И они там живут не потому, что им безумно нравится, потому что самое доступное жилье. Смотрите, мы сейчас едем за городом, почувствуйте, как говорится, разницу. Здесь тоже дома находятся вдоль дороги, но здесь уже красивый вид, ну потому что сейчас еще не зазеленело. Поэтому, ну, представьте, что это через 2-3 недели все будет в зелени, и как красиво. Ну что, друзья, вечер. Добро пожаловать в штат Массачусетс. Мы находимся под Бостоном. Мы приехали, и это наш дом на ближайшие несколько дней. Да, 2-3 дня. Или 4. Ну, короче, на несколько дней. Мы остановились на такой улице. Это дом дуплекс, то есть это дом на 2 квартиры, на 2 хозяев. Одну часть мы снимаем, а вторая часть сдается уже другим хозяевам. Вот такая вот улица, оживленная, с всякими магазинами. Здесь, по соседству, тоже вот такой дом, видите, маленький. Тупиковая улица. Как будет внутри, сейчас разгрузимся, я вам покажу. Ну что, друзья, мы зашли внутрь дома. Вот так вот он выглядит. Это совмещенная кухня и зал. То есть такой вот, видите, здесь остров есть, все. Как выглядит весь дом, я вам сделаю отдельное видео. Если вам интересно, напишите в комментариях. Сейчас мы будем разгружать вещи и отдыхать. Сейчас пойдем еще в ресторан, куда-нибудь закажем еды какой-нибудь перекусить, потому что мы ехали 6 часов. И будем отдыхать. На втором даже, скорее всего, у нас находятся спальни. Еще ничего не смотрели, не знаем. Здесь в подвал какой-то. В общем, в целом чистенько, неплохо. Ну что, завершение нашего вечера и моего видео. Я вам хочу показать еду, которую мы сказали в ресторане. В этот раз у нас какая кухня? Средиземноморская. Средиземноморская. Полина. Что это такое? Курица. Курица такая. Дальше поехали. Каташка. Это тоже тебе, видите? Да, у меня пост, поэтому мне такой нельзя. Это баранинка, шашлычки. Боже мой. Это... Фалафи. Что? Фалафи. 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 Такие вот. Это моя детическая еда. Рыбка. Это... Полина себе заказала... Ну, покажи еще раз. Десерт такой вот. Рисовый пудинг. Это тоже пудинг. А что это такое? Боже. Куриные крылышки какие-то. Соус. Вместе соусом, да. Так что, вот такой у нас получится обзор. Нам приятного аппетита. Мы идем кушать. Мы устали. Будем отдыхать. И до новых видео. Пока.